В авиагарнизоне Мигалова появился еще один памятник. На этот раз прямо на аэродроме. Это самолет МиГ-17, который перед установкой отреставрировали техники. Роман Быков расскажет о том, почему летчики-транспортники решили открыть монумент в честь истребителей. Это сейчас Мигалова известна на всю страну и даже за ее пределами, как место базирования самолетов военно-транспортной авиации. А ведь за многие десятилетия существования аэродрома здесь дислоцировались соединения самому разному предназначению. Здесь был 274-й АПИП, который многие десятилетия находился на этом аэродроме. Дальняя авиация перед военно-транспортной. Здесь был полк, который непосредственно дальней авиации, смешанный полк, участвовал во всех парадах на Красной площади. Таким образом, этот истребитель олицетворяет все поколения послевоенной отечественной авиации, которые базировались в Мигалово. Этот памятник – дань уважения ветеранам, отметил замглавкома ВКС Забит Хейербеков. Ветераны стоят справа от нас. Это наши старшие, которые не дадут и не должны дать нам ошибиться в нашей жизни. Которые имеют безграничный опыт, знание, авторитет. Что касается этого МиГ-17, то именно такими машинами был укомплектован 274-й авиаполк истребителей-бомбардировщиков, упомянутый Генрихом Левковичем. Сформированный в 1951 году, в середине 70-х он был перебазирован в Калинин, где получил новую матчасть – самолет Су-17. Именно по ним это соединение и знают тверичане. Именно на этих рабочих лошадках полк прославился в Афганской войне, где успешно бомбил позиции маджахедов с 87-го по 88-й годы. Это крайний полк, немножко из истории, который завершал боевую работу в Афганистане. Именно истребительно-бомбардировочная авиация. Они крайне оттуда выходили. Трансформировались уже в начале 90-х годов. Технику передавали на завод производитель комсомольства «Амуре». Она, кстати, до сих пор еще летает, часть единиц в качестве экспериментальной авиации. А этот истребитель в качестве памятника теперь будет украшать Мигаловский аэродром, за что Комполка выразил огромную благодарность работникам своего мини-авиаремонтного завода «ТЭЧ», техники которого, по словам Ивана Золотко, в любую погоду трудились над восстановлением этого красавца родом из 50-х годов.